здравствуйте уважаемые коллеги и зрители канала заметки электрика все вы знаете что мой фаворит среди реле напряжений для бытового сектора это реле airbus d2 об этом я неоднократно рассказывал и доказывал вам на канале со всеми необходимыми испытаниями и замерами но в связи с текущей ситуации в мире реле airbus больше не поставляется официально в россию а на замену ему появился наш отечественный производитель велрок город губкин белгородская область в интернете многие говорят что это одно и то же реле да по большей степени они одинаковы но тем не менее у волрока уже вносилась часть изменений схемотехнику и конструкцию что вы уже можете даже визуально заметить даже не вскрыв реле это у нас вариант в урок с тремя клеммами то есть вариант без транзита 0 через корпус реле моя задача это сравнить между собой реле airbus d2 и реле волрок d2 и сделать выводы о том может ли реле волрок считаться по праву преемником реле airbus чтобы мы уже могли смело переходить на него или же в процессе испытаний мы выявим какие-нибудь его слабые стороны оба эти реле имеют абсолютно одинаковые технические характеристики они оба прямого включения на номинальный ток до 63 ампер температура эксплуатации у них такой же и осталось ограниченной то есть от минус 5 до плюс 45 градусов очень хотелось бы расширить этот предел но об этом порассуждаем как-нибудь следующий раз схема подключения аналогичная сверху питания фаза 0 фаза 0 снизу нагрузка фаза 0 и здесь у нас фаза с этих прошлый обзор про реле airbus обзор и полные его испытания я говорю что у реле нет никакой защиты доступа к уставкам то есть нет никакой закрывающейся крышки с возможностью ее опломбирования как это сделано у белорусского sr-721 так это и не сделано и на программном уровне имеется лишь элементарная блокировка экрана наверное скорее всего от детей с помощью одновременного нажатия кнопок плюс и минус до появления надписи лог я думаю что было бы неплохо все же иметь такой функционал наше время по маркировке надписи на корпусе реле ну как видно у реле в урок она выполнена более бледной не знаю как здесь передают камерой свет ведь его даже обозначение фазы и 0 более бледный чем вот у airbus ну а в целом они тактильно по ощущениям имеют одинаковый пластик а чтобы процесс сравнения происходил максимально наглядно я буду большинство испытаний и замеров осуществлять одновременно подключил оба реле наши параллельно вот у нас фаза 0 фаза 0 ну сразу здесь видим разницу по яркости дисплея вал рока она более ярко отображается у арбуза чуть тусклее но это реле у меня было ему уже несколько лет и она была в работе так яркость здесь выставлена на максимально у обоих реле видите яркость 100 как видим сейчас на дисплее отображается уровень текущего напряжения сети то есть airbus у нас 232 231 здесь 230 угол рока а вот здесь вот у нас отображается напряжение сети кстати устройство ритом 21 с помощью которого я проверяю реле и не только имеет актуальное свидетельство о поверке от рост теста и как видим разница между реле и устройством ну минимально где-то один вольт у волрока чуть меньше показывает у арбуза чуть чуть точнее но здесь хотел бы напомнить про одну очень нужную особенность у данных реле это возможность постройки то есть калибровки или коррекции кому как удобнее величины напряжения отображаемого на дисплее correction и давайте добавим один вольт маловато давайте добавим еще ну вот сейчас примерно разницы у нас нет между арбузом 227 у ритома 227 у обоих реле напряжение немножко изменяется поэтому ловить тяжеловато прям идеально но это более чем достаточно кстати кому не нравится подсветка в таком цвете то урок также как и у арбуз есть варианты и с красной подсветкой но мне лично по душе именно вот в таком варианте ну что мы сейчас видим что напряжение находится у нас в норме не выходит за пределы заданных уставок у обоих реле контакт замкнут горит зеленый индикатор на нагрузке у нас есть напряжение пока у меня наведено номинальное напряжение неплохо было бы сравнить и собственные токи потребления у реле напомню что у арбуз d2 именно моей версии заявлено не более 2,8 миллиампер при напряжении 230 вольт а у волрок энергопотребление указано в других единицах не более 0,35 киловатт час в месяц энергопотребление у арбуз при напряжении 230 вольт составляет 2 миллиампера сейчас подключил велрок и видим 230 вольт вот здесь отображается вот здесь 230 тоже и потребление у нас 3,1 миллиампера то есть на один ну грубо говоря на 1 миллиампер больше и это уже можно косвенно сказать что эти устройства не абсолютно одинаковые имеется все-таки какая-то у них разница что мы сейчас дальше и будем выяснять уставки по повышению напряжения можно регулировать в пределах от 220 до 280 вольт у обоих реле давайте установим уставку по верхнему пределу на 260 вольт у арбуза и у волрока все делается одинаково у них и так повышаем напряжение до 260 вольт 255 57 об арбуз уже сработал чуть раньше видите у нас еще 257 258 об участок сработал уже волрок при 260 вольтах у обоих реле есть возможность выбора модели отключения при выходе напряжения за пределы уставок есть обычная модель и модель про я в прошлый раз прошлый обзор очень подробно об этом рассказывал например сейчас у нас выставлена уставка 260 вольт да мы ее проверили с обычной моделью работы реле при напряжении 260 вольт реле сработает быстрее всего то есть за время не более 40 миллисекунд по паспорту у арбуза и не более 30 миллисекунд по паспорту у волрок такая официально заявленная разница этих величин по паспорту но это все не существенно так как мы уже знаем что по факту ранее проведенных испытаний время отключения арбуз составляла аж двадцать одну миллисекунду то есть гораздо меньше ниже чем было заявлено изначально поэтому я предлагаю сейчас это самое время и измерить реле арбуз т2 при напряжении при повышении напряжения до двести семидесяти вольт модель выставлена обычная итак поехали смотрим об 18 и 4 миллисекунды это рекорд в прошлый раз было по моему 21 здесь 18 и 4 миллисекунды вот смотрите двести семьдесят один вольт но здесь наритоме чуть больше показывает ничего страшного 18 и 4 миллисекунды давайте еще разок сделаем и так поехали об 18 и 3 миллисекунды эти реле отключила нагрузку светодиод зеленый не горит время у нас 18 и 3 отлично и так поехали об 18 и 2 миллисекунды двести семьдесят один вольт показывают у нас реле отлично переходим к в руку все готово у нас поехали об 271 реле отключилась и время 18 и 3 миллисекунды прям один в один прям в один в один давайте еще раз попробуем и так реле готова все у нас готова поехали об реле отключилась и время 18 и 3 миллисекунды кстати здесь загорелась у нас ошибка рэп то есть превышено максимальное число срабатываний подряд необходимо разблокировать реле нажатием любой кнопки например вот все я разблокировал если кнопку принудительно не нажать то реле разблокируются самостоятельно через час и оборудование продолжит работать в дальнейшем нормальном режиме эта защита от максимальных ну от максимальных срабатываний подряд а поле я сейчас два раза сделал то она у нас есть работал кстати у арбуза я у данной версии вот который у меня есть данного функционала нет так но я продолжаю все у нас готово и еще раз пробуем 270 вольт об реле сработало время 18 и 4 миллисекунды отлично так в итоге что мы сейчас имеем арбузы 2 заявлял самое быстрое время срабатывания у него составляет то есть не более 40 миллисекунд по факту оказалось там 18 318 и 2 миллисекунды в л-рок заявлял 30 миллисекунд то есть самое быстрое время срабатывания по факту получилось 18 и 318 и 4 миллисекунды делаем какой вывод по времени срабатывания что арбуз что вы урок соответствует заявленным значением а если сравнить между собой то время у них абсолютно одинаково и одинаково она еще и быстро и напомню что у того же белорусского ср-721 время отключения составляла 50 с небольшим миллисекунд здесь 18 миллисекунд это очень и очень быстро а давайте произведем замер времени apv то есть автоматического повторного включения реле после нормализации велич уровня напряжения в сети в меню это у нас будет т он сейчас у меня выставленом 3 секунды поехали об напряжение нормализовалась 230 вольт и время 325 секунды в принципе в 3 секунды плюс-минус уложились да кстати здесь заметил еще одну разницу здесь можно выставить apv до 900 до 999 секунд а у арбуза так минимальная 3 секунды и максимальная 600 поставим 3 секунды сейчас проверим время apv у арбуза так все у нас готово поехали об 313 отлично хотел добавить пока разговор ведем про apv у волрок так же как и у арбуз есть возможность задержки включения нагрузки где мы можем установить с какого момента начнется отчет времени apv либо с момента аварии то есть это режим tau или же с момента восстановления напряжения в сети это режим тар это я все подробно показывал и рассказывал в озвученном ранее обзоре про арбуз сейчас я на этом останавливаться не буду все ссылочки на прошлые обзоры испытания будут размещены в описании под видео уставки по понижению напряжения можно регулировать в пределах от 120 до 210 вольт у обоих реле давайте установим уставку по нижнему пределу на 180 так давайте снизим напряжение 200 185 179 178 177 здесь у нас 177 и тут 178 где-то разница 2-3 вольта от напряжения уставки при обычном режиме работы реле и напряжением сети от 120 до 210 вольт время срабатывания реле можно отрегулировать в пределах от 0 1 секунды до 10 секунд это настраивается в меню и называется длительностью провала напряжения если напряжение в сети будет ниже 120 вольт то она отключится за время не более 40 миллисекунд у арбуза и не более 30 миллисекунд у в урок а это время уже фиксировано и регулированию не подлежит опять таки я сейчас тратить время и показывать все режимы не буду и время их срабатывания а покажу так же как и при повышении напряжения самое быстрое время отключения замеряем время срабатывания реле арбуз d2 при снижении напряжения до 110 вольт и так поехали об реле отключилась напряжение 118 так и время 28 и 2 миллисекунды так давайте еще раз делаем так все у нас готова поехали об 28 лет включилась здесь 28 и 3 миллисекунды заявлено на 40 миллисекунд здесь 28 и 3 все соответствует свой урок напряжение у нас 230 вольт смотрим об 28 и 3 реле у нас отключилась еще разочек поехали об 28 миллисекунд плюс-минус одинаково даже 28 миллисекунд соответствует заявленным 30 миллисекундам от в урока по паспорту отлично диапазон работы реле находится в пределах от 100 до 420 вольт давайте проверим индикацию дисплея при снижении напряжения до минимального уровня давайте сразу на 100 как видим индикация у нас сохраняется здесь вот на арбузе отображается 99 вольт на в уроке 102 80 вот 80 вольт 78 показывает арбуз и 82 показывает в урок то есть погрешность 2 вольта у обоих причем в разную сторону так ну и смотрим 70 70 об по моему в урок потух так арбуз у нас еще тянет да где-то при 75 в урок уже гаснет 60 вольт 60 вольт арбуз еще держится 50 вольт до еще показывает 40 вольт об все ну где-то до при 40 вольтах у нас а нет вот он отображает да еще отображает при 40 вольтах еще и работ у нас работает и чуть меньше даю этом и все 36 37 он уже у нас гаснет вот такая вот получилось между ними разница тем не менее у них заявлено минимальное рабочее напряжение 100 вольт принципе оба реле соответствуют заявленным параметрам переходим к очень важному и излюбленному мной испытанию напряжением 440 вольт я думаю уже не нужно пояснять почему именно взято значение 440 вольт и так еще раз напомню что заявленный диапазон работы реле находится в пределах до 420 вольт давайте посмотрим и сначала погрешность отображаемого напряжения на дисплее при напряжении 440 вольт вот у нас ровно 440 вольт смотрим 443 показывает у нас арбуз и 439 волрок погрешность у арбуза чуть больше 3 вольта угол рока 1 вольт оставляю оба реле под таким напряжением на время не менее 30 минут может быть до одного часа прошел у нас час видите 3600 секунд напряжение я решил сделать чуть чуть побольше там 444 445 вольт наши реле живые так максимальная температура нагрева обоих реле у нас составляет 33 градуса есть некоторая разница здесь по дисплею у арбуза 29 здесь у нас 30 давайте с этой стороны посмотрим так здесь 29 здесь 31 практически стеночка 27 здесь стеночка 30 у ворока так давайте с этой стороны посмотрим здесь у нас максимальная температура 37 и вот вот в этой точке у ворока что-то очень сильно греется а у арбуза ничего здесь нет температура 27 так что я заметил по тепловизионному контролю что вот в этой части у ворока идет нагрев вплоть до 37 градусов когда у арбуза его нет и складывается ощущение что все таки у них немножко изменена внутренняя компоновка элементов но до этого мы сейчас еще доберемся решил посмотреть журнал аварийных событий который хранит все своей памяти там до 100 срабатываний кстати в том числе и срабатывание по термозащите но они поговорим чуть позже в общем смотрите что я заметил нажимаю кнопку ай и листаю наши события усеете 1 456 вольт 261 445 443 и по убывание 80 тут мы вчера минималку делали 104 и так далее нажимаю ай на в уроке и что я вижу 260 170 180 7 я не вижу никаких событий по по все по 440 вольт вот смотрите еще раз нажимаю ай и у нас последнее напряжение 262 261 176 180 7 почему-то он не записал события которые сейчас я проверял таким большим напряжением а это очень важно вообще коль заговорил про журнал аварийных событий то здесь хотел бы отметить следующее безусловно это очень крутая функция но не отображается дата и время аварийного события хотя бы взять за налогию как это сделано у белорусских ср-721 там отображается не дата и время а часы с момента срабатывания исполнительного реле вот бы эрбустом или волрок взяли бы это себе на вооружение я думаю это значительно еще улучшила эксплуатацию данных реле разобрал оба устройства чтобы сравнить визуально схема технику и характеристики внутренних исполнительных реле видно что волрок отсутствует нулевая шинка и и здесь нет здесь вот она чем здесь у эрбуса найдет изолирована здесь кстати есть такое зауженное место на шинке это место скорее всего предназначено для установки трансформатора тока и отображение на дисплее не только уровня напряжения но и величины тока ну и или мощности отсутствие нулевой шинки в принципе дает немного преимуществ в плане общей температуры нагрева внутри корпуса реле извлек наше устройство из корпуса и как мы уже предполагали при замере тепловизора здесь выполнена разная компоновка оба устройства используют одинаковая по характеристикам из и типу исполнительное реле нрл 08 б 2 24 д абсолютно одинаково только здесь имеется маркировка зубр здесь маркировка ncr номинальный ток исполнительных реле составляет 80 ампер вот мы видим с катушка управления на 24 вольта постоянного тока маркировочка у нас вот здесь немножечко отличается тут d2 здесь d22 номинальный ток как я уже сказал 80 ампер а значит у нас имеется некоторый запас но по паспорту допускается перегружать реле током 80 как раз таки 80 ампер в течение 10 минут но напомню что эти значения 80 ампер указаны для чисто активной нагрузки не забывайте об этом при коммутации активно индуктивной либо активно емкостной нагрузок эти значения будут ниже оба реле поляризованных собственно как и у многих современных реле на рынке они потребляют ток только в момент коммутации а значит в рабочем состоянии они имеют минимальный ток потребления о чем мы уже с вами убедились это у нас лицевая часть дисплей один и тот же по маркировке платы немножко отличаются так еще раз напомню что данная данная реле арбуз это 2 годовалая версия возможно в новых версиях она будет больше иметь сходств с волроком об этом я пока не могу утверждать сравниваю с тем что у меня имеется так это у нас встроенная варисторная защита от коммутационных и атмосферных перенапряжений на варисторе здесь одета у нас термоусадка на этой стороне платы никаких варисторов я пока не вижу вот волрок аваристор кстати он не защищен термоусадкой как у арбуза это у нас контроллер стм-32ф и там дальше циферки еще кто же управляет нашим волроком волроком управляет скорее всего аналогичный контроллер просто он установлен в другом месте вот он здесь а через тепловизор мы видели нагрев как раз таки вот в этой части конденсатор что ли греется тут очень интересно сравнить нагрев реле при таких номинальных токах то есть 63 ампера как и в прошлый раз мне пришлось здесь отделить у обоих реле силовую часть от контрольной напряженческой цепи то есть токовая цепь нагрузки вот она приходит проходит через одно реле перемычка уходит через другое реле и на источник и здесь у нас отдельно заведено напряжение контрольное то есть там будет номинальное 220 не надо мне сразу писать что нельзя последовательно подключать нагрузки и тому подобное это у нас источник тока читайте то вспоминайте то сейчас подаю напряжение на одновременно на оба реле и навожу ток 63 ампера здесь шинка была не изолированная я сюда наклеил небольшой кусочек изоленты чтобы можно было сравнить нагрев вот этих частей у airbus я не стал пропускать в данном эксперименте ток по нулевому по нулевой шинке как это по факту реализовано в реальных условиях до его эксплуатации потому что здесь у меня все равно открытый воздух корпус открытый и скорее всего вот эта теплоотдача она будет здесь рассеиваться поэтому решил проверить нагрев вот при одинаковых так сказать условиях я решил усилить вот эту перемычку потому что посчитал что вот ее нагрева будет идти тепло уже непосредственно на шинке реле как отвод будет тепла прошло более 10 минут я показывал так и ток это где-то 64 ампера я оставил в общем такая у нас общая картина максимальная температура 67 градусов так шинка 58 перемычки сразу говорю показываю 56 57 58 так а вот здесь вот у нас какая-то высокая температура есть нагревчик вот у нас какая-то высокая температура есть нагревчик вот 65 то есть максимальная 69 градусов вот в этой части вот основание выходного контакта так шинка у арбуза 56 здесь было 50 58 59 так и максимальная температура 68 тоже здесь вот у основания примерно ну плюс-минус одинаково в общем получается повысил ток до 80 ампер это максимальный ток при котором реле работают в течение 10 минут а я решил подержать 80 ампер чуть дольше около 1000 секунд и сейчас посмотрим температуру так провода у нас имеет температуру 75 градусов 72 градусов шинка у велрока 75 ампература у нас достигает порядка 85 90 градусов опять таки вот в этом самом месте вот самое горячее место 92 градуса наверно ну где около 90 тоже в области контакта так ну задняя сторона платы 60 60 55 градусов так это у нас арбуз температура 72 шинки а здесь было у нас 77 так здесь же в этой же области у нас нагревчик 85 86 ну тоже около 90 по сути так плата с другой стороны на удивление холодненько около 51 но здесь нагревчики по 88 градусов плюс-минус одинаково теперь произведем при 80 амперах несколько десятков переключений может быть 10 может быть 20 в общем смотрим об включаем обратно так еще раз об еще раз включаем обратно еще раз включаем обратно включаем обратно все это время реле находилась под нагрузкой 80 ампер 1700 секунд уже около 40 50 раз я прокоммутировал оба реле при таком доке да безусловно напряжение здесь низкая это источник тока тем не менее нагрузка на контактную систему есть принципе реле чувствует себя замечательно ну а теперь проверим термозащиту у реле если температура внутри корпуса превышает 80 градусов то происходит аварийное отключение записью в аварийном журнале событий а на экране там появится уведомление оверхед то есть перегрев если прям в это время нажать кнопку ай то на экране можно будет увидеть текущую температуру внутри корпуса реле возобновить свою работу при достижении температуры внутри корпуса 60 градусов у меня реле перевернуты поэтому я не смогу с помощью кнопки ай информации до посмотреть какая температуру какую температуру показывает датчик термодатчик у данного реле поэтому я это буду смотреть через тепловизор в прошлый обзор я пытался повысить температуру с помощью пропускаемого тока через реле подняв его вплоть до 130 ампер и температура на шинках у меня было порядка 108 там почти 120 градусов но датчик температуры так у меня так в прошлый раз и не сработал поэтому я сейчас время тратить не буду и сразу произведу нагрев корпуса реле с помощью технического фена выставил 100 градусов дуем можно побольше до 120 надеюсь услышу как сработает реле сработало ирбуз я проверять таким образом не буду потому что это делал в прошлый раз вот смотрим через тепловизор вот такой у нас красный велрок но пока 72 показывает сейчас будем смотреть при 60 должен должно реле включиться вон моргает синенький светодиодик что символизирует нам что имеется какая-то авария авария в данном случае по перегреву реле потихонечку остывает уже 63 градуса оп слышали все включилась реле как я удачно заснял ну пусть будет там 62 63 градуса это не критично важно важно и что данная защита у волрока сработала кстати это очень хорошая функция каждый раз об этом говорю да кстати еще при срабатывании данной защиты пять раз в течение суток реле заблокируется до тех пор пока пользователь не нажмет любую из кнопок на корпусе реле такая вот еще имеется защита подключил волрок собирать в корпус пока не стал проверим его работоспособность после всех наших испытаний вот давайте 430 440 вот 442 вольта нагрузка у нас отключена снижаем до номинального об включился проверяем минимальным вот 155 отключился отлично можно смело сказать что после всех проведенных испытаний реле волрок сохранила свою работоспособность ну airbus аналогично потому что я его испытывал прошлый раз точно таким же видами и объемом испытаний теперь посмотрим журнал событий 167 263 вот охт оверх это перегрев у нас был журнал данная авария записалась но меня больше смущает другое он опять не записал 400 вольт кстати я понял почему в прошлый раз в урок не записал наши замеры на 440 вольт потому что при включении допустим реле сразу на 440 вольт он коль нагрузку не подключил к такому напряжение сети поэтому он ее и не зафиксировал как аварию airbus зафиксировал а если резко скачком поднимать напряжение до 440 вот так видите 443 и обратно то в таком случае у нас журнал событий запишется вот 441 немножко просто другой алгоритм записи в аварийный журнал ну и давайте посмотрим что случилось с нашим контактом после 80 ампер и почти полусотни коммутаций а с ними чего и не случилось в принципе данные реле с аналогичными параметрами с аналогичным принципом действия установлены во многих современных устройствах защиты в прошлый раз в одном из своих обзоров я разбирал узм по моему там только реле было до 90 ампер но в остальном они все схожи заключение хочу сказать что оба реле достойно выдержали все испытания и пригодны для эксплуатации они имеют широкий функционал и надежность а также не менее важное свойство это самое быстрое время отключения это самое быстродействующее реле на рынке которое мне удавалось испытывать напомню что задачей данного сюжета было сравнение арбуза и проверка его альтернативы то есть желе под велрок и скажу коротко и просто это очередной и достойнейший мой фаворит который вполне себе готов стать преемником замену шедшему из россии арбузу можно смело переходить на него на этом пожалуй все вот такое получилось видео если у вас есть какие-то вопросы то задавайте их обязательно в комментариях если вам понравилось видео то обязательно ставьте лайки обязательно подписывайтесь на канал впереди будет много еще всего интересного также не забывайте и присоединяйтесь в наш чат telegram под названием чат электриков одно из крупнейших сообществ на электротехническую тематику там мы ежедневно обсуждаем очень интересные и актуальные темы всем спасибо за внимание ну а с вами как всегда был дмитрий автор канала заметки электрика